От высокого уровня уже как-то объединять множество разных сервисов вместе. Ну и, естественно, по учителям мы говорим о том, что в корне, первую очередь, должна изменить систему повышения квалификации. Я согласна с коллегами, наш учитель должен ориентироваться в пространстве, так же, как и наши дети. И тот диск, который мы внедряем, санкционное образование, оно вполне, опять же, очень понятно ребенку, у него 90% непонятно учить. И программы, которые отсутствуют в принципе сейчас, они есть, но это частичные, урывками, потому что такой институт, как институты нашего развития образования, институты большей квалификации, они не перестроились в системе образования. И опять же, опираясь на проект, учитель будущего, мы очень надеемся, что будет полная перестройка этой системы. Ну и вот, в общем, за 4 года мы очень надеемся, что и компании начнут дружить, и тут с другом объединяться с сервисами. И мы часто показывали на картинках больше, чем на внутренней жизни, это тоже факт. И больше говорим о том, что существует где-то, но в школе, в конкретной школе этого нет. И мы надеемся, что компания начнут дружить друг с другом, и финансовый институт вас туда помогут все это объединить. Вот так. Хорошо, спасибо большое. На реплик можно? Да, конечно. Вадим такое на дискуссии. Конечно. Продолжение, Наталья Константиновна, и в ответ Александр Александрович приводил пример на других отраслях. Транспорт, еще что-то. Образование не транспорт. Это настолько особая сфера, что она и где-то, наверное, догматична. Почему мы не можем быстро перестроиться? У нас есть рамки, в которых мы живем, и внутри них мы должны измениться. Поэтому к образованию, наверное, все-таки нужен какой-то особый, отличный от всех других отраслей подход. А нацпроект, я думаю, действительно очень серьезный ресурс для развития. Вот, например, создание центра цифрового и гуманитарного образования. Это же какая помощь региону финансовая для оснащения современным оборудованием. То есть я и там, и там, и ряд оппозиций. Я думаю, что вот через нацпроект мы задачу-то президентом, в отхождении десятков ведущих систем образования, все вместе. Спасибо большое. Здесь, наверное, надо понимать, что создание центров, в том числе для населения, мы сейчас, люди, люди, все знают точки роста, это же не только главное, куда поставить новые компьютеры, мощные электронные вычислительные устройства, электронные доски, какого бы там новейшего поколения они ни были. Здесь очень важно, для чего мы это создаем. В первую очередь, конечно же, для, в том числе, для развития наших детей. Да, у нас главный все равно объект, субъект, главной целью и национальный проект является ребенок, который в дальнейшем станет уже действительно гражданином, станет работником конкретной компании, работником конкретной организации и создает, в том числе, самое экономически-развитое сообщество. И система образования, безусловно, закладывает как раз-таки в этой ситуации. Здесь как раз-таки создание этих центров, действительно, их нам планируется создать порядка 16 тысяч, особенно сельских поселений, где мы действительно будем знакомить не только с новейшими технологиями, но и, в принципе, мы будем давать определенность на содержательном уровне образовательный контент. Ну, скорее, вот опять-таки, с такой небольшой дискуссией двух наших участников в стране ГИОНа, понятно, есть определенный запрос, что должно быть единое, да, какое-то платформенное решение на территории Российской Федерации, на территории нашей страны, которое бы как раз-таки...